всем привет и хорошего настроения алоха и другие приветствия сегодня я вашему вниманию хочу обозреть вот такой вот винтажный ресивер японский чистый японский ресивер у нас называется hitachi sr 703 музыку уберу а то забанит сделаю на него любительский обзор насколько это возможно вот аппарат у нас 1900 выпускался точный год выпуска его не скажу выпускался он с 1977 по 1979 год вот на борту имеет две пары акустических систем а и б могут работать одновременно при нагрузке 8 он каждая пара над регулировка низких частот высоких частот монастерео а нет это фильтр hpf фильтр верхних частот фильтра нижних частот нет хотя было бы очень полезно для винилового проигрывателя вот ручка баланса далее у нас монастерео и loudness тон компенсация ручка громкости ручка выбора источника это у нас амплитудная модуляция частотная модуляция фона виниловый проигрыватель линейный вход помимо обычного линейного входа у нее еще два линейного входа под магнитофон это первый магнитофон это второй магнитофон который можно использовать далее вам покажу можно использовать я использую с видео магнитофоном и с 9 рекордером в обычный линейный вход у нас подключен у нас подключен bluetooth модуль сейчас он работает по bluetooth так покажу как это реализовал ничего не встраивал вот он bluetooth модуль ноунеймовский который может работать на прием и на передачу подключен он по обычному джеку входы у ресивера тюльпанные рца ничего мудрить не надо ресивер у кого-то уже прошел профилактику у него уже разъемы на акустические системы не болтики там были болтики с штатным тоже я смотрел на на видео другие обзоры там были маленькие болтики которым толстые провода не подключишь сейчас же там винтовые зажимы под бананы но все-таки так как это ресивер основная функция не у радиоприемник покажу вам как он принимает есть шумоподавление шумодав который станции рядом вот мы и слышим там сейчас шумодав отключен присутствует фон вот мы шумодав включили обратно отжав кнопку это моностерео вот мы видим сейчас включит он компенсацию послушайте перебор стиль на перебор потому что я использую с этим аппаратом еще сабовое звено но это обзор у меня был сниму еще потом используется гнездо наушников вот это услышим отключил все акустические системы вот мы слышим только низкие частоты так но обычный линейный вход который с bluetooth демонстрировал сейчас продемонстрирую например вот что у меня на этих двух кнопочках на первой кнопочке у меня видак загружаем кассету и сразу пошел звук с телевизора так как сюда приходит звук с телевизора для записи на вот запустил видеокассета могут забанить давайте продемонстрирую что на второй кнопке на второй кнопке у нас дивиди рекордер красивая мало что дело не так я не знаю так можно отжимать эту кнопку можно не отжимать нажать вторую вторая почему-то нас при в приоритете вот сейчас чё-нибудь продемонстрирую здесь может играть чё-то записано чё-то звучит так ну и осталось продемонстрировать виниловый проигрыватель давайте продемонстрировать включаем вертушечку вертушечку нас тоже hitachi так отводим hitachi модель такая скорости 233 45 пожалуйста вверх гир так боя ну расскажу еще о ресивере мощность выходная у ресивера при нагрузке на 8 ом 2 по 40 ватт ну думаю при при 4-х ом ватт 60-70 может на канал да мощность у него дурная не скажешь что у него там 40 ватт демпинг-фактор небольшой по всего лишь 40 по моему но ну когда наваливаешь вот первый раз я когда принес его навалил вот эта дверь у меня задребезжало но там была у нас в этот момент включен бас выкручен сейчас у меня бас на единички стоит можно на ноль поставить но я на единички слушаю высокие на все так как пищалки здесь слабоваты так на время мало остается в следующем обзоре я сниму заднюю стенку и в разборе потребляемая мощность 322 туре севера 3 и 340 точно не скажу увидим в следующем